НН-Радио. Гость в студии. В Нижнем Новгороде с семинаром-тренингом, о котором мы расскажем чуть подробнее. Но все-таки этого вопроса не избежать, Максим, потому что многие, наверняка, и наши слушатели знают вас, прежде всего, как постоянного игрока в клубе «Что, где, когда». А тут вдруг приезжает Максим Поташов в семинар-тренинг, который называется «Принятие решений». Вот как получилось так? Что произошло между этими двумя событиями, что вы теперь готовы предлагать такие вещи? Вообще говоря, эти два события почти никак не связаны, потому что игра — это хобби. Которая, правда, со мной уже примерно три десятилетия, но, тем не менее, никто из игроков, что никогда не является профессионалом, деньги мы зарабатываем иначе. И для меня вот такие учебные программы, тренинги — это, скорее, продолжение моей основной специальности, то есть маркетинга, консалтинга. И первые, собственно, тренинги, которые я проводил, они как раз касались профессиональной тематики маркетинга, продаж, клиентского сервиса. И так далее. Но года четыре назад ко мне впервые обратились с предложением сделать учебную программу на такую более абстрактную тему, на тему принятия решений. И для меня это было неким вызовом, ну, потому что я вообще боюсь таких вещей, связанных с личностным ростом, эмоциональным интеллектом и так далее. А почему вы боитесь? Трудно вырастить у каждого индивидуально? Все это на 99% шарлатанства, а я в таком участвовать не хочу и не люблю. Но, с другой стороны, я так или иначе, вот уже вспоминая опять же об Игре, да и не только, значительную часть жизни занимаюсь вещами, связанными с принятием решений, с принятием решений в условиях недостатка времени, недостатка информации и так далее. Поэтому я просто не мог не взяться за эту тему. Вы тоже приняли решение. Да, это было непростое решение, но я его принял. Мне пришлось серьезно подумать, чтобы обобщить свой опыт жизненный, прочитать много всяких книжек на эту тему. Ну, вот то, что получилось, это, собственно, и есть та программа, с которой я уже, в общем, объехал нашу всю необъятную страну. По крайней мере, все города-миллионники уж точно. То есть это скорее... Некоторые не по одному разу. То есть это все-таки больше такая консолидация жизненного опыта в сегодняшнем? В значительной степени. А в значительной степени это и вполне научная теория, с которой тоже полезно ознакомиться. Другой вопрос, что всегда люди этого пугаются. Нет, она достаточно такая живая, любопытная и рассказываемая на примерах из бизнеса, из жизни и так далее. Поэтому я стараюсь все-таки избегать какого-то такого наукообразия и сложности в изложении. Но, с другой стороны, конечно, немножко надо и напрягать мозг, чтобы это правильно воспринимать. Значит, скучно. Вот этот багаж игры «Что, где, когда» каким-то образом пригодился при составлении программы? Ну, смотрите, на самом деле вот в рамках данного тренинга скорее нет. Но вот книжка, которая у меня сейчас выходит, если меня издательство не обманывает, это будет 18 октября. Она называется «Путь решения». Она в значительной степени посвящена тому, что я сегодня буду рассказывать, но построена таким образом, что мы с моим соавтором Павлом Мершовым собрали множество приемов, которые поменяются в игре. Ну, не только «Что, где, когда», но и других интеллектуальных играх. И попробовали показать, как эти же приемы работают при решении бизнес-задач, при решении изобретательских задач, при решении жизненных задач. Вся наша жизнь игра, получается, подходит. Ну, в каком-то смысле, да. Дело даже не в том, что жизнь игра, а в том, что игра заставляет нас использовать разные методы, приемы, принципы, которые, на самом деле, универсальны. Напоминаю, что Максим Паташов в гостях на НН-радио. Максим, не могу не спросить. Вот подобные тренинги, семинары, они характерны, скорее, для западной, наверное, да, модели там общества, там это дело принято. У нас в России все равно как-то к этому только сейчас привыкают, или уже нет? Или привыкли? Ну, вы знаете, я бы сказал, что в России формируется только-только этот рынок, эта культура. Хотя уже, наверное, лет 20 все это происходит. Ну, вот, наверное, в последние лет 5 популярность активно растет разных тренинговых программ. Еще расскажу, очень много сейчас того, что называется мотивационными тренингами. И я к этому отношусь очень-очень сложно. Иногда это бывает круто, когда выступает действительно яркий спикер, который действительно там здорово зажигает аудиторию, и при этом еще рассказывает что-то по существу. Ну, к сожалению, вот совпадение этой эмоциональности, яркости и красоты изложения с содержанием, оно встречается крайне редко. Обертка красивая. Да, вот поэтому, к сожалению, пока у нас все это в основном сводится красивые обертки. На Западе, кстати, тоже. Напоминаем, что семинар «Принятие и решение развития силы интеллекта» сегодня в Нижнем Новгороде, в половине седьмого вечера, в Маринце-парк-отеле, на площади Ленина, все знают. Кратко, чуть-чуть приоткройте завесу того, что будет происходить, как будет построено, собственно, взаимодействие на мероприятии. Ну, взаимодействие заключается в том, что я вообще стараюсь к тому, стараюсь, чтобы не превращались мои выступления, мои программы в монолог, в лекцию. Поэтому я много общаюсь с публикой, задаю различные вопросы, предлагаю разные мысленные эксперименты. Минуту на обсуждение даете, да? Ну, не на обсуждение и не минуту, но даю, да, предлагаю разные задачи, которые нужно решать, да, поэтому тем, кто придет, не стоит рассчитывать на то, что они смогут просто вот расслабиться и в течение трех часов слушать, да, и медитировать. Нет, этого мне бы очень не хотелось, я все-таки постараюсь заставить людей немножко шевелить мозгами и активнее участвовать в этом процессе. Но в основном, конечно, я буду рассказывать. Ну что ж, напоминаю, что семинар о принятии решения развития силы интеллекта сегодня вечером в Нижнем Новгороде. Максим, еще такой вопрос, все знают вас как большого интеллектуала, да, но тем не менее, как мне кажется, вы не совсем медийный, да, вы как-то вот уходите из этой плоскости, где-то периодически появляетесь, но вот так, чтобы постоянно на экранах были только вы, такого нет. Почему? Ваше сознательное какое-то решение такое? Уйти в консультирование? Ну, простите, давайте я отвечу вопросом на вопрос, а кто из интеллектуалов является медийным персонажем? Нет спроса, получается, такого медийного? Ну, почему? Есть. Ну, я считаю, что вообще эта ниша полностью занята Толиком Вастерманом. Вот он у нас как бы медийный интеллектуал, да. Я, упаси Боже, не хочу с ним становиться вообще на одну доску, поэтому вот оставляю это ему, пусть развлекается. Максим, часто ли к вам обращаются представители, не знаю, молодого поколения, опять же, которые вот хотят быть, как Максим Поташов, например. Вообще, есть ли какой-то рецепт, как стать Максимом Поташовым? Вы знаете, я вам такую историю скажу. У меня был такой одноклассник, Володя Гитлевич, мы с ним учились еще в начальной школе, и примерно вот во втором классе он мне сказал, знаешь, я совершил открытие, мне такое произошло самоосознание. Я там, когда был поменьше еще, да, думал, что я когда вырасту, могу стать Брежневым. А теперь я понимаю, что могу стать только Гитлевичем и никак и иначе. Вот. Я тоже считаю, что попытка стать Максимом Поташовым, она, во-первых, безнадежная, во-вторых, очень глупая, быть надо собой, да. А, в общем, я не уверен, что так уж стоит пытаться меня в чем-то повторять. Вот. Хотя у меня есть дети, и надеюсь, что вот они как-то в чем-то повторят мой путь, в чем-то, да. Но все равно думаю, что им надо строить свою жизнь по-своему. Максим, ну, я так понимаю, что ваше сегодняшнее мероприятие, оно, в первую очередь, ориентировано на людей бизнеса, бизнесменов. Вам вообще нравятся бизнесмены российские, как люди, не знаю, как склад ума мышления? Ну, во-первых, я не согласен с тем, что мои выступления ориентированы на бизнесменов. У меня есть программы, которые проводятся в корпоративном формате для разных больших компаний, которые устраивают это для обучения своих сотрудников. Там, да, там это все четко привязано к бизнес-тематике. А что касается таких открытых программ, как будет сегодня, обычно приходят и домохозяйки, и студенты, потому что, вообще говоря, вот те методы, которые я собираюсь излагать, они универсальны, они работают, еще раз повторяю, и в игре, и в бизнесе, безусловно, и в быту, да, при решении тех жизненных задач, с которыми мы все регулярно сталкиваемся. Поэтому вот тут аудитория вполне разнообразная обычно. Вот, хотя бизнесмены приходят, мне там часто, так, с гордостью говорят организаторы, лучшие люди города собрались. Они здесь, да, и вы испытываете легкое волнение или нет? Нет, честно говоря, не испытываю. Но нет, приятно. Вообще говоря, я обычно доволен своей аудиторией, приходят всегда интересные люди, уж не знаю, там, насколько они относятся к лучшим людям города, но интересных людей всегда хватает, да, есть с кем пообщаться, и после мероприятия интересно бывает поговорить. Вот, поэтому в этом смысле я тоже много получаю вот таких выступлений. Я всегда отвечаю на заданный вопрос по поводу российских бизнесменов. Они разные, они разные, но они меня очень радуют в последние года-два, потому что я все чаще встречаюсь с людьми, которые мне, даже там, я их не спрашиваю, но они рассказывают с удовольствием о росте своего бизнеса в условиях кризиса, о том, как они используют то, что называется импортозамещением. И вот каждый раз, когда я это слышу, я очень радуюсь, потому что действительно у нас в жизни много всякого негатива, много пессимистических тенденций, и когда какие-то объективные факты говорят в пользу того, что все неплохо, что есть развитие, есть рост, и есть куда стремиться, меня это, на самом деле, очень радует. Поэтому вот я бы сказал, что для меня самое ценное качество в бизнесменах, естественно, это оптимизм. Он есть не у всех, но когда я с ним встречаюсь, я очень доволен. Я надеюсь, что и ваше мероприятие, семинар «Принятие и решение развития силы интеллекта» этому тоже способствует, и нижегородские зрители, слушатели, которые сегодня придут, оценят по достоинству ваш материал. Спасибо. Спасибо вам. Максим Паташов в прямом эфире «НН-Радио» был у нас. Напоминаю, что семинар «Тренинг» состоится сегодня в Маринс-Парк-отеле уже в половине седьмого вечера. Друзья, я думаю, что это стоит увидеть и услышать. Оставайтесь на волне «Н-Радио».